Итак, дорогие друзья, сначала я вас попрошу еще раз присмотреть вот это видео «Минимальный план КОСЬ программирования. Самый быстрый путь к профи». То есть, по сути дела, мы обсуждали в этом видео изучение языка «Короткий путь». То есть, где основными были это метод, концепция, то есть наследование и так далее, всех магические методы и конструкция ООП. А вот сейчас я хочу, чтобы вы уловили мою мысль. Чем точнее мы понимаем, что и зачем, и как мы будем изучать, тем будет успешнее. Итак, смотрим Python Kotlin GC, вот с нуля, да, то, что я нажал. И здесь мы с вами изучили большое количество уроков функции «Тотально». По сути дела, мы работали с параметрами и с вызовом функции, но при этом ваша задача была, чтобы у вас начали происходить три реальных вещи. То есть, сейчас, секунду. Вот откроем любой. Три реальных вещи. Первое. Читаем. Считание параметра на автомате. То есть, когда мы смотрим на параметры, у нас не должно в голове возникать какого-то там размышления, а что это. То есть, это должно быть четко, это позиционный аргумент, и либо это аргумент, то есть позиционный параметр, либо это параметр с ключевым словом, и так далее, и так далее, и так далее. Все это должно быть моментально, без размышления. Для этого мы с вами говорили, что делается. Абсолютно верно. Применяем вот эту вот методику. То есть, пишем код. Пишем код, переосмысливаем. Заучивать ничего не надо. Надо писать. Сейчас я помечу себе, чтобы эти все видео дать. Обратите внимание, мы работаем в Jupiter Lab. Здесь очень все удобно. Кроме этого, я все-таки рекомендую вам делать справку Markdown отдельно. Да, выписывать отдельно. Я потом покажу, что еще делать. Теперь давайте поймем, как нам дальше надо изучать. Не надо, а мы хотим изучать. Какой? Вот ближайшие наши шаги, которые уроком, наверное, 150 будут включать. Примерно я так посчитал. Итак, принцип, на который мы с вами сейчас будем опираться, о котором я ранее говорил. Не важно, что есть документация языка. Важно, какой код мы будем писать. Каждый программист вырабатывает определенный код, определенный стиль. Мы с вами договорились, что будем учиться правилам написания кода у собственной, как сказать, у Рассела Кейта Маги и вот здесь ребят в этих проектах. То есть будем брать исходники кода и смотреть. Это понятно. Там профессионал, это профессионал, а вот у него и надо учиться. Теперь нас интересует несколько вопросов. Давайте посмотрим, почему я вот так вот составил. Смотрите. Конечно, можно сделать по классическому варианту. Это примерно как составлены книги, да, где идут типы данных. Дальше идут все по частям. В результате человек читает книгу, как радио слушает, и потом не может ничего собрать в голове. А вспомнить, так это вообще полный капец. Мы с вами избавились от этой проблемы уже, в первую очередь, благодаря чему? Ну, во-первых, мы с вами логически подумали. И вот в прошлом уроке вы его просмотрите, да, обязательно просмотрите, кто еще не смотрел. Там мы приводили примеры, что на самом деле, если взять и ноды, и взять все библиотеки Python, любые, все они написаны на функциях, на классах, а классы написаны в методах, да. Используются методы, то есть это те же функции, только с определенным дополнением, то есть обязательным параметром. Ну, а в других языках там немножко свои правила, но практически опять тоже те же функции. Поэтому мы с вами решили, что если мы хотим, грубо говоря, водить автомобиль, то надо бы раз садиться и водить. Если мы хотим писать код и поняли, что функция это основа в языках, которые мы изучаем, Python, Kotlin, GC, то почему бы не начать с нее? Именно с нее и начали. И задачу, которую вы должны, здесь не должны, а обязаны. Не хочу, если вы можете хотеть, не хотеть, это ваше дело. Но результата тогда не будет. Не будет. Будет результат только то, по тем правилам, которые я озвучил. То есть все должно быть на автомате. Иными словами, ребят, почему я с вами прокопался целых 50 уроков? То, что на сайте Python одна страница. Мы с вами больше 8 часов прокопались. Шаг в шаг, да. Потому что, понимаете, если мы, ребят, начинаем думать над вещами, которые написаны в круглых скобках, то есть параметрами, то и не знаем, что это такое, то вопрос, как мы можем думать, ну пришли мы на огород, но мы не знаем, что такое лопата, мы не знаем, что такое земля, мы не знаем, что лопатой можно копать, мы не знаем вообще, где наш огород. Куда мы придем? Никуда. И что мы можем сделать? Ничего. Все очень просто. Как только мы начинаем четко понимать, что у нас здесь, значит, у нас появляется что? Правильно, ключи для размышления. Потом вы будете использовать в программах, то есть понимать, здесь мне надо с ключевыми словами, здесь мне надо оппозиционные. То есть это должно считываться. На это не должно тратиться энергии. Почему? Вот эти уроки, вот новичок вы, или не новичок, но для всех категорий учеников должно происходить вот это вот, вот эти три правила. Значит, материал усвоен. Спешить не надо, пишем код столько, сколько надо. Я показал примерный пример от 250 до 500 строкок кода в день. Когда мы изучали функции, да, то здесь мы касались типов данных, и все это воспринималось, как бы, правильно сказать, интуитивно. Но мы начинали чувствовать, я специально вас к этому подводил, что, да, типы данных надо было подробнее изучить. Все верно. Но это и есть основа метода, понимаете? Одно дело я бы сказал, вот это типы данных, с чего начинаются все учебники. Я помню, где-то в 2009 году, когда я открыл, помню, PHP, и читаю там типы данных, а я сижу и думаю, а нафига они мне нужны? Вот меня интересовал вопрос, вот я читаю и думаю, а когда я буду программировать? На самом деле, тогда мне надо было объяснить всего две вещи, которые сейчас я вам обязательно проговорю. Это что такое типы данных? И, например, если мы хотим пойти в магазин, то в реальной жизни мы берем что? Кусок бумаги, берем ручку и пишем, купить хлеб, молоко, колбасу. А чтобы передать это к компьютеру, можно? Можно. Но для этого надо подумать, а куда я вот эти слова помещу в компьютере? Абсолютно верно. И оказывается, такое и есть. То есть, если бумажный список... Может, немножко нудновато, долговато, но я просто... Важно, чем лучше мы будем понимать, что, зачем и как мы будем делать, тем быстрее мы это сделаем и правильно оформим. Бумажный список, в котором можно вписать ручкой, да, нам еще надо ручка, все понятно. То в языке программирования Python есть такой тип данных список, который обозначается квадратными скобками. И дальше мы сюда вносим все, что хотим. Например, те же слова, но уже тоже при помощи типа данных строка, которая обозначается кавычками. И пишем колбаса, колбаса, да, давайте делаем вот так. Хлеб, варенье. Дальше у нас срабатывает простая логика очень. Ну, если мы берем бумажный список, да, то, наверное, мы хотим добавить туда, например... Мы хотим туда добавить, вспомнили в последний момент, горчицу, да, то просто, грубо говоря, дописываем. Если нам что-то не надо, то мы вычеркиваем. То здесь, смотря на список, мы думаем, наверное, должно быть как-то добавление. Абсолютно верно. Значит, нам будем проходить метод добавления, удаления и так далее. Горчица. А теперь думаем. Смотрите. И это, в принципе, основа программирования, что надо понимать. Больше нифига не надо понимать. Остальное все придет. То есть мы изучим. Не придет, придет нашими ручками, да. И поэтому, как заметил когда-то Миша Беляковский, все ручками, по клавишам, собственным временем, собственными ручками и вперед. А вот подумайте, например, мы пишем программу, неважно какая это программа будет, веб-сайт, какое-то настольное приложение, и нам надо комментарии. Ведь они могут быть везде, да, по сути дела. Так вот, зачем нам тип данных? А за тем, что мы сразу что должны думать? А мы должны думать, во что мы эти комментарии завернем. Ведь их можно по-разному завернуть. Если можно и в кортеж завернуть, можно и в список, можно там вообще строками написать. То есть иными словами для нас становятся важны типы данных. Потом уже мы придем к размышлению, чтобы работало быстрее. Желательно вот потом как-то присоединить поиск по ключам, то есть словари, где ключ значения есть. Но вот это и есть смысл. А теперь, ребят, когда мы с вами изучали функции, то, конечно, мы с вами сталкивались уже со списками, со словарями, с строками. Но при этом мы четко начинали понимать, что нам не хватает знаний, да. Поэтому мы формируем потребность, что надо изучить. Понимаете разницу, когда мы открываем книгу и читаем, вот тип данных строка, а человек сидит, новичок, и думает, а нафига мне это нужно вообще? Зачем мне это нужно? Что я с этой строкой буду делать? А другое дело, когда мы начали писать функции, ведь тело функции будет составлять определенные операции с этими всеми вещами, да. И вот тут для нас четко стал вопрос, что типы данных нужны. Теперь переходим к основе, это я немножко так шире рассмотрел. Теперь как мы будем делать ближайшие шаги? Абсолютно верно. Продолжаем работать в JupyterLab, да. А принцип поняли, да, потому что открываем сайт Python. Откройте вы новичку сайт Python и скажи изучай. И он тут будет смотреть, а тут тысяча страниц. И в конце концов, ну слава богу, если человек придет к документации, откроет реал и что-то там пройдет. Если мы возьмем книгу, то любая книга это большое ограничение. Ну, во-первых, книга всегда имеет малый страниц. Вторая задача, задача автора книги в принципе заработать деньги, а не кому-то там помочь. Да, он должен, но согласитесь, если взять более ценную информацию и изложить очень подробно, то надо 10-томник, на это никто не согласится. Поэтому в принципе все книги состоят из одного основа и все. Объяснений там никаких нет. По одной простой причине, что на это пошло место. И за это не надо ругать авторов. Потому что авторы правильно, спасибо, что написали, но они написали опять же своей целью. Кто-то самоутвердится, кто-то заработать деньги. Ну, по-разному. А я вам предлагаю иной путь. Я предлагаю то, что вы делаете по жизни. Вспомните любое действие, которое вы делаете по жизни. Вот вы встречаетесь с чем-то новым. Что вы пытаетесь узнать? Абсолютно верно. Принцип. Ага, поняли принцип, а потом начинаем наматывать то та мелочь, то та мелочь. Проходит полгода, оказывается, ой, мы столько уже знаем. Вы так любое хобби, любое дело начинали. То есть, сам путь вам известен. Здесь ничего нового. Сам принцип мы с вами уже поняли. Это функции. На них мы будем писать программы. Классы у нас тоже в кармане, потому что методы это те же законы функций. То есть, логика у нас в кармане. Теперь, что нам надо сделать? Еще раз повторюсь. Будем формировать стержень. Вот мы когда, еще раз повторюсь, возможно много раз, да, кто-то ругает меня, что я повторяю, что я сильно уже разжевываю. Ну, ничего, ничего. Ребят, еще раз запомните себе принцип. Вот представьте, что мы с вами сейчас будем делать, как я рассказал. То есть, мы прошли функции. Сайт, кстати, spb.retout.ru, да, школы. И мы поняли, что нам нужны функции. Нам, когда мы использовали списки словари, хотя я это объяснял, но мы их не касались подробно. И у нас что возникло? Возникли белые пятна и желание, что это надо знать, чтобы владеть ими. Хотя мы уже и домашние задания. Функции эпитон. По сути дела, по сути дела, конечно, подмывает сделать следующее. Но мы отложим. Значит, вот есть, чтобы не было книг, я создал один документ, который мы позже пройдем. Где будут встроенные функции, где будут аннотации, где будут правильные написания, где будут. То есть, мы с вами изучим пять видов функций на все случаи жизни. Плюс мы затронем модули. И это важно будет все сохранить в одном файле. В книге это было бы все разбросано. А здесь я его еще дополню. У вас, вот когда мы поняли функции, это те инструменты и методы, которые нечто делают. И важно про них сейчас знать. Но важно это собрать в одном файле. Чтобы у вас были перед носом и встроенные функции, которые мы сейчас будем использовать. И те же модули. То есть, это обычные файлы с Python, иными словами. Или, правильнее сказать, было бы не совсем библиотеки, а дополнительные. И вот эти модули можно собирать в целые библиотеки. Или, можно сказать, даже это уже библиотеки. По сути дела, кроме самого языка, есть часто выполняемые операции. И вот эти часто выполняемые операции собрали в определенные файлы. А некоторые файлы собрали еще уже в простите готовые библиотеки. Вот тот же Юпитер. Пил, я вижу. Время. Ну, оно здесь больше вывело, чем я. Когда у нас и модули, и встроенные методы, и сами, в принципе, написание функций, такие довольно, которые на все случаи жизни, 5 способов, да. Оно все в одном файле. Мы охватываем целую книгу. И, в принципе, с этим можно работать. Вот это надо было бы сейчас. Но вопрос здесь стоит в чем? А что здесь уже идет чистая работа с типами данных? А мы их серьезно не касались. Значит, мы отложим, да. То есть, как видите, я когда составлял дальнейшие шаги, я прямо на этот файл сделал ссылку, да. Поэтому, конечно, вот это и типы данных. Но мы тогда упустим важный момент. Нам надо подключить два языка. Функции, вот то, что мы прошли функции, да. Мы сейчас пройдем функции Kotlin, функции GC. Они будут намного короче, потому что функциям, параметрам и вызовам мы отдали много времени в Python. А в Kotlin и в GC есть же те же параметры, те же вызовы. И самые сложные из этих трех языков функции в Python, да. Потому что здесь большая вариантность всего. А в Kotlin там вообще один вариант. Ну и в GC все проще. Потому что в GC есть только определенный круг задач. Но, тем не менее, библиотека пакета у него больше миллиона уже. Так вот, я писал ранее на сайте, а зачем нам подключать два языка. Ребят, есть очень простые вещи. Все в этой жизни, и вы опять сможете на своем опыте, все у нас понимается в сравнении. Понимаете, вы увидите на практике, когда мы начнем работать с другими языками, начнут откладываться все три языка. И что вычлениться? Вы скажете себе, есть вы раз. Так просто. Оказывается, надо было разобраться в параметрах и в вызовах. И можно работать с любыми языками. Абсолютно верно. Вы начинаете понимать информацию, которая относится вообще к программированию. А знаете, как делает обычно новичок? Буду изучать Python. Он берет и изучает там с нуля Python. Вот так записывается функция. Потом он решил с GC. А дай-ка я GC тоже с нуля. А вам это не надо будет. Вы и так, вам достаточно посмотреть, что там за функции. Вот этого мы и коснемся дальше. Да, там высшего порядка и так далее. Но это не так важно даже. Это все в течение секунд решается. Самое важное, что пойдет этот процесс. И, ребят, мы ни в коем случае не запутаемся. Почему? Потому что мы с вами четко понимаем, что работаем с параметры и с вызовом. И здесь будем то же самое работать. Тоже будем использовать минимально типы данных. Но при этом опять у нас будет возникать необходимость, да, что надо было изучить. А ну вы, наверное, уже догадались, если строки есть в Python, то строки, наверное, есть и в Kotlin. И, наверное, есть строки и в GC. Абсолютно верно, они есть. Просто в Python это последовательность, а в Kotlin это всего лишь массив, разница, да? Последовательность взяли, выложили камушки на дорожке один за другим, а массивы взяли коробкой и покидали туда камушки. Вот и все, понимание разницы. Просто там так удобнее, почему? Потому что здесь интерпретируемый язык, там компилируемый язык. То проще, конечно, если мы, логически вот подумайте, если нам надо собрать программу от и до, интерпретатор 100, он идет по порядку, да, у вас может быть 30 ошибок, но при этом он первую нашел и остановился. А компилятор, он все ошибки выявляет. И если нам надо сохранить там 50 слов, то, по сути дела, выкладывать камушки, это не очень правильно. Так как язык все компилирует, значит проще сложить все в коробку. Да, логично, все просто. Когда мы пройдем функции Kotlin и функции GC, опять будем касаться конкретных двух вещей. Это параметров и вызов функции. То есть считывание функций Kotlin и GC у нас должно быть такое же простое, как в Python. И доводим до профессионализма. Итак, мы начинаем убеждаться, что теперь мы пишем на трех языках, оказывается открываем четвертый и тоже легко пишем эти функции, читаем сразу. Уже чудо произошло. На самом деле все вашими руками. Тут важен правильный подход. Именно определенным образом, как я рассказываю. Хорошо. Вот теперь, когда мы, в принципе, изучили три языка и вдруг заметили, что у нас начали происходить следующие вещи. Возможно, сразу вы их не заметите. Это осознание у каждого по-своему идет. Но то, что оно приходит, к нему приходят все, это 200%. Во-первых, у вас перестает быть боязнь переключения. Это страшная боязнь новичка. Иными словами, работаю с Python, переключусь на Django, все тут забуду. Ребят, а как можно забыть, если мы сейчас изучаем функции, из чего стоит весь код? Второй момент. И основной, который я сказал, это осознать то, что стоит над языками. Чему подчиняются языки? Общие принципы. Что оказывается, у функций, у всех есть параметры. Что функции все вызываются. Всего лишь по-разному записывается. Итак, когда вот эта магия начнет происходить, начнут проваливаться и мелкие, и более мелкие фишки. Наконец-то нас, эти три языка, так как статический язык со статической типизацией требует более детального прописания. И когда мы будем более детально прописывать, вы невольно задаетесь вопросом, а как же это в Python? А как это посмотреть? Ага, а вот будете писать на GC? Ах, понятно, как это GC. А нам нода надо. GC мы будем изучать в пределах ноды, потому что это уже профессия. И очень широко востребование разработчик нода. Это, посмотрите, куча вакансий. А мы станем профи в нода. Ничего сложного там нет надо. Надо всего лишь GC. И в GC мы будем подходить со стороны, но да, все. Тем более в GC вы не найдете документации. Здесь нету. Есть документация на сайте Mozilla, есть сайты. Почему? Потому что в GC есть немножко другое понимание. У них есть понимание спецификаций, да. Эсма, я не помню номер, ну, эсма GC. Не помню номер последний. Сейчас мы... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, эсма скрипт. Сейчас мы посмотрим. Вот, по-моему, то, что нам надо. Так, немножко не то. Это не то. Сейчас мы посмотрим. Так, сейчас, секунду. А, нет, все, они сайт переделали. Есть определенный стандарт, с которого отошли уже многие языки. JavaScript, дальше, там, кофе-скрипт, ну, и так далее, и так далее. Ага. Так, давайте проходим дальше. С этим мы разберемся, в GC. Там сложного ничего нет. Тем более, в последних стандартах там практически как в Python начало писаться. Конечно, он вырос очень сильно, этот язык мощный стал, да. Так. Чтобы вас не запутать, возвращусь еще на один шаг назад. То есть, то, что мы говорили, вот я подготовил документ, чтобы собрать все в одном, да, основные принципы написания функций, какие бывают, встроенные и так далее, чтобы над чем потом размышлять. Доходить это будет. Но мы с вами понимаем, что вот сейчас, наверное, пришло время изучить типы данных. Они нам нужны. Вот поэтому вот на этом моменте как раз-таки мы проходим типы данных, а потом уже работаем с этим документом. Это будет хорошая закладка. Оно будет, естественно, встроено. И, в принципе, нам уже понятно. И функции можем писать и так далее. Да, правильно. Заключаем в один файл. Дальше. Дальше уже. Вот тут с функциями, в принципе, можно подвести черту. Мы готовы писать код. То есть, уже больше работать с реальными библиотеками, так как у нас есть куда подсмотреть. Нам есть над чем поработать, что применить. То есть, размышлять мы начинаем. И есть знания. Дальше опять я немножко изменил подход. Мы с вами до этого, как я говорил, был урок. Стоп, 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 стоп. До этого урок. Где мы разбирали, как нам осваивать классы, чтобы это было практично и готово для применения. Метод. То есть, это та же функция, которую к этому моменту мы должны пройти. Дальше. Концепции во всех языках. Они одинаковые. Это там наследование и так дальше. Инкапсуляция. Магические методы. Это по этому других языках немножко другие. И дальше конструкции ООП. Миксины, декораторы. То есть, посмотрите предыдущее видео, которое я говорил. Там мы об этом рассказываем. Так вот, от концепции, с одной стороны, можно просто на примерах. Но я подумал, наверное, будет намного лучше, если мы с вами возьмем, например, либо Kiwi для мобилбиблиотеку, либо Kinter. И рассмотрим вот эти основные принципы ООП, когда будем писать реальный код. Во-первых, у нас будет определенный замысел. Во-вторых, будет логика. И в-третьих, то же наследование, оно будет восприниматься уже в пределах задачи, логично. И то, что будет понятнее, и не надо будет вообще ничего запоминать. И там можно уже познакомиться с другими вещами. Вот это, в принципе, то, что дальше мы повторяем это в других языках. А дальше уже идет у нас углубленная разработка в разделе «Разработка», то, что говорилось. И изучение конструкции, чтобы уже профессионально писать ООП. Ну, параллельно с этим можно работать с Django, можно работать с Kotlin, мобильными приложениями, с веб-сайтами. Ну, это уже будет распределять каждый. Вот такой план я вам предложил, который, естественно, вписывается. В этом плане нет ничего лишнего, здесь можно только добавлять. Самое важное, что в этом плане есть костяк и есть потребность. То есть, у нас не получается так, что мы изучаем там типы данных и думаем, для чего они нам. А мы просто, приходит момент, мы их используем и начинаем понимать, что это нам нужно. Придет момент, когда нам надо писать ООП, будем писать, сначала изучать на реальном коде, на библиотеке, где будет логик присутствовать. Потом дочитаем и переосмыслим. И так далее. Единственная рекомендация, то, где я говорил, что должно быть изучено, вот как функция, да, если я говорил, что... Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вот это вы, этот... Когда я говорю такие вещи, то это, понятно, рекомендуется выполнять до определенного уровня, который указан. Иначе не имеет смысла, почему вы себя обрекаете на недопонимание. Благодаря одному недопониманию начнет закапливаться второе, а я стараюсь, чтобы логика не уходила. И чтобы у вас была кость, но она была настоящая кость, на которой можно уже логически мысля и логически соображая по ходу роста, как будете расти, вы будете все больше, 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 как снежный ком, язык на себя наворачивать. И при этом это будет интересно, приятно, понятно и все так далее. Итак, кто начал с этого видео, это видео было больше для участников школы. Переходим на сайт spb-tut.ru, нажимаем получить доступ и занимаемся свое время, как удобно. И работаем, не забываем в группе. Важно быть в школе, не пропускать информацию. Это самое главное, быть в процессе. Спасибо, все получится. Спасибо. Спасибо.